Мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки, дедушки, тети, дяди, друзья, родственники и все-все-все, кто только сейчас меня видит и слышит, хочу пригласить вас на заключительный концерт 4-го международного фестиваля вокальной музыки «Опер Апрелли», который пройдет через две недели, воскресенье 23 апреля, в одном из лучших на сегодняшний день акустических залов Москвы, в концертном зале имени Сергея Васильевича Рахманинова, который лучше известен как «Филармония-2». Зачем же вам ехать в такую даль, в прекрасный воскресный апрельский вечер? Я вам назову всего несколько причин. Во-первых, прозвучат два совершенно замечательных произведения, одно из которых никогда ранее не исполнялось в России, а второе звучит крайне редко, что очень странно, несмотря на то, что это произведение вершина творчества этого композитора. Я назову обоих. В первом отделении прозвучит опера Яна Сибириуса. Да, у Яны Сибириуса есть опера. Называется она «Дева в башне». Написана она в 1896 году. И за 120 лет ее существования, она ни разу не была отредактирована специально к этому концерту. Маэстро Оли Мустонин, под руководством которого и прозвучат обе оперы, сделал невероятную вещь. Он посвятил множество человеку часов редактированию партитуры, проведя их вместе со своим другом-профессором в Финской национальной библиотеке. Поэтому в таком виде, в котором она произучит в Москве, даже после ее реанимации в Финляндии в 1981 году, можно сказать, что никто ее никогда не слышал. А вторая опера — это «Кощи бессмертный» Николая Андреевича Римского-Корсакова, которую я уже назвала, исходя из своего сугубо личного мнения, вершиной творчества композитора. Так вот, это вершина творчества, как, в принципе, и многие другие оперы Римского-Корсакова, звучат в нашей стране крайне редко, что очень обидно. И, наверное, потому что опера — это однактная, а любой однактной опере обязательно нужно найти пару, чтобы поставить ее в театре или вот так, как это будет 23 апреля, исполнить в концерте. Вот, наверное, по этой причине она незаслуженно, крайне редко исполняется у нас в стране. Вторая причина прийти на этот концерт — это услышать великолепные голоса солистов Театра Станиславского и Немировича Данченко, Московского Академического Музыкального Театра имени Станиславского и Немировича Данченко, а также голоса солистов Большого Театра. Приходите и удивитесь. Субтитры создавал DimaTorzok